Привет, ребята. В этом выпуске я хочу обсудить удлиненные черепа, найденные на северо-востоке Китая. Эти черепа были намеренно вытянуты до удлиненной формы. Углеродное датирование доказывает, что самому старому черепу 12 тысяч лет. Это означает, что это самая ранняя преднамеренная модификация черепа на Евразийском континенте. Это место называется Хоутамуга. Хотя это звучит как весьма своеобразная практика, но в древние времена искусственная деформация черепа была на удивление распространена. Археологи нашли эти типы человеческих черепов по всему миру, на всех обитаемых континентах. Почему практически все древние культуры выбрали именно эту практику изменения головы? Откуда они взяли идею? Что было их мотивацией? Может ли эта странная практика происходить из одного и того же источника? Если да, то где этот источник? Давайте сначала посмотрим на это место Хоутамуга. Оно расположено на юго-западной окраине бассейна реки Амур. Это место является сокровищницей, содержащей слои неолитических захоронений и артефактов, датируемых от 12 до 5000 лет назад. Во время раскопок археологи нашли останки 25 человек. После изучения черепов при помощи компьютерной томографии, исследователи подтвердили, что у 11 черепов были неоспоримые признаки изменения формы черепа, такие как уплощение и удлинение лба. Эти 11 удлиненных черепов принадлежали как мужчинам, так и женщинам, от малышей до взрослых. Самый старый череп принадлежал взрослому мужчине, жившему около 12 000 лет назад, а самый последний – 5 000 лет назад. Это означает, что традиция обвязывания головы просуществовала 7 000 лет. Были собраны и проанализированы образцы ДНК. 12 000-летний мужчина с удлиненной головой имеет номер M45. Его материнская ДНК D4H1. D4H1 встречается у жителей Северной и Центральной Азии, а также у американских индейцев. В документе 2020 года указывается, что люди Хоута Амуга, как и Палия сибиряки, могут быть отнесены к первой американской линии в Азии и Америке. Удлиненные черепаха Хоута Амуга в бассейне Амура не уникальны. Еще один удлиненный череп был извлечен со дна реки Сунгари, самого длинного притока Амура. Возраст этого черепа составляет около 11 000 лет, и на нем видны явные признаки искусственной деформации. Форма головы ребенка может быть изменена только тогда, когда череп мягкий и податливый. Это означает, что эти древние люди были достаточно грамотными, чтобы искусственно изменять форму головы новорожденных. Хотя некоторые удлиненные черепа кажутся довольно экстремальными, исследования доказали, что такая практика не вызывала бы неврологических нарушений. В Хоута Амуга этот тщательно выполненный обычай завязывания головы использовался только для определенных людей. Археологи обнаружили, что людей с удлиненными черепами хоронили с большим количеством погребальных подношений, таких как украшения из ракушек. Маленьких детей тоже хоронили с похоронными подношениями, что может указывать на принадлежность к высокому социально-экономическому классу. Это приводит к теории согласно которой изменение формы головы было ритуалом, связанным с привилегированным социальным статусом и богатством. Историки считают, что искусственная деформация черепа существовала задолго до появления письменной истории. Искусственную деформацию часто отождествляли с травящими или элитными классами. Многие культуры намеренно деформировали черепа младенцев, чтобы добиться удлиненной формы. Более 1500 лет назад деформация черепа также практиковалась у нескольких степных культур, например, у гуннов и аланов. Исследователи считают, что повязка на голову также была обычным явлением в Египте, в эпоху Эхнатона и Тутанхамона. Примеры деформации черепа с древних времен были обнаружены на Ближнем Востоке, в Европе, Центральной Азии, Австралии и Америке. В наше время деформации черепа найдены у океанических и африканских племен. Это означает, что традиция обвязывания головы существовала не менее 12 000 лет. Размах этой практики невероятен. Это может быть самая давняя традиция в современной истории человечества. Самый ранний письменный язык, шумерская клинопись, возникшая более 5000 лет назад. Это означает, что люди практиковали обычаи обвязывания головы не менее 7000 лет без помощи письменных источников. Возможно, эта практика имела еще более давнюю историю. Возможно, в будущем будут найдены более старые удлиненные черепа. Таким образом, только элита выполняла такую модификацию черепа, чтобы визуально отделить себя от остальной части своего народа. Почему у всех этих разных сообществ были схожие традиции обвязывания головы младенцев, приводя их к особой конусообразной или удлиненной форме? Они придумали эту идею независимо друг от друга, или же этот обычай произошел из одного региона. Чтобы изучить это, я думаю, было бы полезно рассмотреть некоторые из самых старых удлиненных черепов, чтобы увидеть, имеют ли они какую-либо связь. Помимо Хоутаамуга, есть несколько регионов, которые также имели очень раннюю историю изменения головы. Это Ближний Восток, Австралия и Южная Америка. Давайте их проверим. Археологи Ближнего Востока знают, что люди по всей Месопотамии имели традицию изменять головы своих детей в удлиненные формы. Ученые утверждают, что искусственная деформация черепа была обычным явлением на Ближнем Востоке в эпоху Неолита и Эниолита, с примерами, датируемыми 11 тысяч лет назад. Удлиненные черепа были найдены по всему Ираку, на юго-западе Ирана, в Иордании, в Ливане, в Палестине, в Восточной Турции, в долинах гор Загросс и на западных берегах Персидского залива. Они датируются примерно с 7500 до 4000 года до нашей эры. Это было широко распространенным явлением в Древнем Ближнем Востоке и может быть доказательством взаимодействия сообществ в доисторические времена. Австралия. Некоторые из самых ранних удлиненных черепов были найдены в Австралии, в районах Коусвэмп, Накури и Кубулкрик. Некоторые датируются 11-12 тысяч лет назад. Ученые подтвердили, что эти черепа подверглись искусственной деформации. Анализ митохондриальной ДНК и вариации Y-хромосомы у австралийских аборигенов и меланезийцев подтвердил, что все австралийские линии попадают в митохондриальные ветви M и N, а также на основателей Y-хромосомы C и F. Все это огромные гоплогруппы, которые встречаются у древних популяций на всех континентах кроме Африки. Гоплогруппа – это группа людей, имеющих общего предка по отцовской или материнской линии. Каждая гоплогруппа описывает отдельные ветви, или тесно связанные группы ветвей, на генетическом генеалогическом древе всех людей. Южная Америка. Степень деформации у некоторых особей Хаутоамуга чрезвычайно высока и очень близка к знаменитым перуанским удлиненным черепам. Те, кто следит за Брайаном Форстером, знакомы с перуанскими удлиненными черепами. Самые ранние образцы намеренно деформированных черепов в Южной Америке были найдены в Перу и датируются периодом между 7 и 6000 лет до н.э. В Аргентине и Чили также обнаружили множество черепов с признаками искусственной деформации. Самые старые из них найдены в аргентинских помпасах и датируются возрастом 8000 лет. Позже в Америке этот обычай использовали майя, инки и некоторые племена североамериканских индейцев. Примерно 11-12 тысяч лет назад люди с Ближнего Востока, Австралии и Северо-Восточного Китая проводили модификацию черепа. Две тысячи лет спустя люди в Южной Америке также начали практиковать эту традицию. Возможно ли, что древние американцы унаследовали идею изменения головы откуда-то еще? Несколько современных популяций амазонки, похоже, имеют дополнительное происхождение от загадочной группы под названием популяция Y. Популяция Y – это предполагаемая популяция призрак, которая, возможно, населяла Южную Америку 16000 лет назад. В отличие от большинства коренных американцев, чьи предки были из Сибири, популяция Y была более тесно связана с австралийскими аборигенами и меланезийцами Новой Гвинеи. В 2019 году у коренного американца из Монтаны, было сделано удивительно открытие старейшей ДНК в Северной Америке. Дарил Дасти Кроуфорд – член племени Черноногих. После тестирования ДНК он узнал, что его предки жили в Америке около 17000 лет назад. Согласно предварительному анализу его ДНК, предки Кроуфорда родом с островов Тихого океана. Они прибыли к побережью Южной Америки и отправились на север. Это еще одно свидетельство того, что древние люди мигрировали через Тихий океан и высадились в Южной Америке 17000 лет назад. Это необычно. Как древним людям это удавалось? Представим себе, как выглядел мир 17000 лет назад. Это было во времена древнейшего Дриаса, когда глобальная температура была почти такой же низкой, как последний ледниковый максимум. Многие места в северном полушарии были покрыты толстым ледяным покровом. В результате уровень моря был намного ниже. Вероятно, на 110-120 метров ниже, чем сегодня. В то время Новая Гвинея была связана с сушей с Австралией. Все Тихоокеанские острова были намного больше, а некоторые ныне затопленные острова находились выше уровня моря. На этой карте дна Тихого океана мы видим группу островов, образующих пунктирную линию, ведущую из Австралии в Южную Америку, а точнее в Перу. 17000 лет назад, когда уровень моря был на 120 метров ниже, этот путь был бы более благоприятен для такого океанического путешествия. Древние люди могли использовать эти острова в качестве пунктов для отдыха и пополнения запасов. Между 12 и 11 тысячами лет назад произошло еще одно глобальное похолодание. Более молодой дриаз. Это вызвало понижение уровня моря, и следовательно, что в этот период времени в Южную Америку могла мигрировать еще одна волна людей. Учитывая, что есть цепочка Тихоокеанских островов, ведущих в Перу, а древние австралийцы и некоторые современные островитяне Тихого океана имели и имеют традицию изменения головы, то можно предположить, что древние путешественники по океане принесли свою традицию деформации головы в Южную Америку, а затем и в Северную Америку. Помните 12-тысячелетнего мужчину из Хаутоамуга? Его материнская ДНК также была обнаружена у жителей Северной Евразии и американских индейцев. Это известный факт, что более 10 тысяч лет назад древние жители Северной Евразии мигрировали через Беренгию в Северную Америку. Следовательно, возможно, что древние евразийцы, такие как народ Хаутоамуга, также мигрировали в Северную Америку вместе с традицией деформации головы. Тогда как насчет трех областей с самыми старыми деформациями черепа. Северо-восточный Китай, Ближний Восток и Австралия очень далеки друг от друга. Неужели люди, жившие в этих местах, придумали идею деформации головы независимо друг от друга без общих историй? Неужели каждое отдельное население самостоятельно решило, что высокие удлиненные головы являются показателями высокого социального статуса? И каждый народ самостоятельно начал обматывать головы младенцев, изменяя их в одну и ту же форму конуса? Каковы шансы, что такое явление возникнет по всей планете без связи или общего стимула? Я считаю это маловероятным. Если только они не были вдохновлены какими-то похожими встречами. И возможно из внеземного источника. Однако здесь я собираюсь обсуждать только земные причины. Я думаю, традиция удлиненного черепа может быть сопоставима с современной теорией человеческого развития. Где вместо того, чтобы развиваться одновременно и независимо в разных местах по всему земному шару, наши предки мигрировали из Африки, а затем заселили весь мир. Я думаю, что в одном районе, группа древних людей придумала идею изменения головы, а затем принесла этот обычай с собой, когда мигрировала в другие части мира. Широко распространенная практика деформации черепа вполне могла возникнуть только в одной области. Если это так, то с чего все это началось? Вероятно, это произошло среди трех мест, где найдены самые старые искусственные удлиненные черепа. Ближний Восток, Северо-Восточный Китай и Австралия. Кроме того, в древние времена, место происхождения этой традиции должно было быть важным центром, поскольку люди мигрировали оттуда в два других места еще 12 тысяч лет назад. По этой причине Ближний Восток единственный жизнеспособный ответ. Это был решающий регион с момента зарождения человеческого общества, где встречались люди с Востока и Запада, Севера и Юга. Исследования путей миграции людей доказали, что Ближний Восток действительно служил узлом или артерией, чем-то вроде главной станции метро. Когда анатомически современные люди мигрировали из Африки, Ближний Восток был их первой остановкой. Почти все люди прошли через Ближний Восток, чтобы попасть в другие места на планете. Есть также четкие доказательства того, что десятки тысяч лет назад люди мигрировали с Ближнего Востока в Австралию, Сибирь и Северо-Восточный Китай. С другой стороны, практически нет данных о том, что в тот период времени древние люди из Северо-Восточного Китая или Австралии мигрировали обратно на Ближний Восток. По этой причине, я думаю, что традиция изменения головы зародилась именно на Ближнем Востоке. Возникает настоящий интригующий вопрос. Почему удлиненный череп был олицетворением высокого социального статуса и богатства? Что вдохновило на этот конкретный образ? У ближайших вымерших родственников современного человека, неандертальцев, тоже были удлиненные черепа. Хотя их черепа удлиняются спереди-назад. И они длиннее, а не выше. У большинства приматов черепа удлиненные в формы. Мы можем сказать, что деформация черепа не была предназначена для имитации неандертальцев. А может это было потому, что люди хотели, чтобы их дети выглядели выше? Что ж, рост человека мог иметь значение, но в древности он не был связан с интеллектом или социальным статусом. Это не значит, что высокий человек автоматически признается принадлежащим к элитному классу. И такие элиты будут постоянно меняться и заменяться более высокими людьми. Я не думаю, что привилегированный класс хотел именно этого. Был ли обычай деформации черепа связан с тем, что люди подражали элитной группе, у которой от природы была удлиненная форма головы? Я думаю, что это более разумный ответ. Но тогда кем были эти люди? Нашли ли археологи, какие-нибудь натуральные удлиненные черепа мы не знаем. Но в регионе Ближнего Востока есть несколько ошеломляющих находок фигурок людей с длинными заостренными головами. Вот глиняные фигурки эпохи неолита, раскопанные в Израиле. Это ермукская культура, которая датируется возрастом более восьми тысяч лет. А это фигура богини-матери той же эпохи, Эстель Эссавана в Ираке. Самые шокирующие из них относятся к периоду Убайт, в Месопотамии, датируемом от шесть тысяч пятисотого до три тысячи восемьсотого года до нашей эры. У этих женских фигур лица ящериц, длинные заостренные головы и стройные тела. У некоторых изображены грудные младенцы с такими же удлиненными головами. У мужской глиняной фигуры периода Убайт также высокая и длинная голова. Период Убайт предшествует появлению шумерских городов-государств. Но у шумеров были округлые головы, и они не изменяли их, что явно отражено в их искусстве. Были ли человеческие фигуры Убайт и Ермук, с длинными заостренными головами, связаны с традицией деформации черепов? Были ли эти фигуры сделаны для изображения этих древних людей или богов, которым они поклонялись? Неужели у их богов были удлиненные черепа? Я не знаю. Но меня заинтриговала такая возможность. Искусственная деформация черепа уходит корнями в предысторию человечества. Если мы сможем лучше понять эту практику, мы сможем получить важную информацию о том, кто мы и откуда. Ваши мысли мы, как всегда, ждем в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. А в мире еще много загадок. Но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эль Мукон.